Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня очередное видео о Польше, вторая часть видео, посвященная мастерам маникюра. Где-то месяцев 5-6 назад я сняла первую часть, посвященную мастерам маникюра по работе в Польше. И сегодня я снимаю вторую часть, потому что поднакопились вопросы, девочки спрашивают, интересуются что-то. Я поняла, что недосказала, поэтому кому важна и интересна эта тематика о работе мастеров маникюра в Польше, я думаю, нам есть о чем поговорить. Итак, девочки, первое, ну и мальчики, может быть, знаете, есть мастера маникюра мальчики, да, еще сразу девочки. В общем, ребят, значит, первое, что хотелось бы сказать и на какой хотелось бы вопрос ответить. Очень часто меня спрашивают по поводу того, востребована ли профессия мастера маникюра в Польше. Я отвечаю однозначно, бесповоротно, всегда одинаково на этот вопрос, и всем да, востребовано. Как востребованы парикмахеры, так востребованы мастера маникюра, косметологи, мастера по наращиванию ресниц, лошмейкеры, да, в общем, все эти специальности очень востребованы в Польше, не только в Польше, не востребованы в Евросоюзе, но только хорошие мастера, как вы понимаете, хотя понятие хорошести у нас разнится. И отсюда выплывает как бы следующий вопрос, да, который тоже мне задавали, хорошо ли платят мастерам маникюра. Ну, скажем так, у всех разное понимание хорошо-плохо, да, я вам скажу, что платят достаточно, платят значительно больше, чем платят у нас, это однозначно. Ну, скажем так, давайте исходить из польского злотого, да, я вам скажу, в польских злотых вы подумаете, хорошо это или плохо, да, при хорошем раскладе можно заработать, ну, до 5-6 тысяч злотых точно можно заработать, это, конечно, нужно хорошо работать, много работать, но заработать можно, а как вы понимаете, 5-6 тысяч польских злотых это приблизительно где-то пару тысяч долларов, чуть меньше, да, там я не знаю, исправьте меня, не знаю, какой сейчас курс злотого, честно, не интересовалось, но где-то так. Можно мне предлагали работу на подобную зарплату, как-нибудь я об этом обязательно расскажу, в общем, да, в общем, приблизительно такая зарплата, считаю, что это немало, хотя я вам скажу, что если быть до конца честными, в нашей стране тоже можно зарабатывать мастером маникюра немало, но, конечно же, гораздо меньше относительно этой суммы, у нас надо иметь очень-очень большую клиентскую базу, потому что работая только в салоне, я сомневаюсь, что вы заработаете такие деньги. Вопрос, который мне задала моя подписчица, если она меня смотрит, передаю ей большой привет. Вопрос заключался в следующем, вести ли с собой инструменты, и вообще, что с собой брать, да, нужно ли вести, вот, не только инструменты, а все-все-все для маникюра, да. Девочки, я могу ответить на этот вопрос, как я считаю, я считаю, что вести нужно однозначно, хотя есть все, я вот, мне кажется, в прошлом видео ответила, что и да, и нет, не пересматривала это видео, сейчас у меня мнение немножко поменялось, потому что я посравнивала цены, и я немножко переосмыслила ситуацию. Так вот, я вам скажу, что вести с собой нужно, но базово, да, то есть, конечно, без фанатизма не набирать там пол своей квартиры, не вывозить, но, допустим, лампу, инструмент, если он у вас хороший, действительно хороший инструмент, нужно вести с собой. Ну, я, хороший инструмент, я считаю, допустим, торговую марку Олтон, это очень хороший инструмент, если у вас такой инструмент, его нужно вести с собой. Дальше, базовый набор лаков, да, обязательно тоже с собой нужно вести, я считаю, потому что лаки, они там не дешевые, и у нас как бы они не очень, не, ну, я сейчас есть дешевые, конечно, но там они не дешевые, поэтому я бы взяла самые базовые цвета лаков. Ну, вот, что касается дизайна, не знаю, я бы, возможно, это не брала, но вот точно вам скажу, что нужно обязательно брать какие-то растворы, которые вам там, растворы, средства для дезинфекции, я бы взяла, хотя я не знаю, кстати, вот, подскажите мне насчет вывоза вот этих вот вещей, можно ли их вывозить, потому что я не уверена по поводу вот растворов, подскажите, кто знает, но если можно, то я бы вывезла, да, лаки, лампу и инструмент, да, я бы везла с собой, но, опять же, я же говорю, лаки, ну, штук максимум 10 я бы взяла, и только, наверное, не брала, там штук 5-6, чтобы они просто были, вот. Вот, на всякий случай, почему я говорю везти? По сути дела, если вы пойдете работать в салон, да, можно сказать, что салон вам там предоставят, и все такое можно, но не забывайте, что у мастеров маникюра есть такой нюанс, как подработка, и бывает такое, что попадаются клиенты, которые готовы прийти к вам домой, посоветовали кому-то, в общем, короче говоря, можно найти каких-то клиентов на дом, и я думаю, это не будет вам плохо, это будет вам только в плюсик, поэтому возьмите с собой какие-то такие вот базовые вещи, с которыми вы можете работать дома. Еще один вопрос, который мне задавали по поводу маникюра, обрезной, европейский, да, или обратный, что предпочитают полячки? Я вам скажу точно, что не предпочитают, сразу вам говорю, обрезной, вообще в Европе это нераспространенная практика, зачастую они делают европейский маникюр, сейчас вот появился аппаратный, тоже не пренебрегают аппаратным, но точно не будут делать обрезной, поэтому, когда я говорю взять с собой инструмент, я скорее говорю о наших девочках, которые там живут, которые, кстати говоря, тоже сталкиваются с тем, или такое логическое отступление, да, сталкиваются с тем, что очень сложно найти хорошего мастера, а наших там, как вы знаете, очень много, и наши девочки, конечно, делают очень часто, и в большинстве случаев маникюр обрезной, поэтому вот когда я говорю про инструменты, я все-таки имею в виду наших девочек, вот. Что касается аппаратного маникюра, если, конечно, у вас есть фрезер, да, то обязательно тоже возьмите его с собой, если он у вас там, конечно, не громадный, они есть разные, потому что это очень дорогое удовольствие в Польше, поэтому я бы, конечно, его с собой везла. Аппаратный маникюр, как вы понимаете, сейчас на пике всего, да, но вот, конечно, полячки с обрезным маникюром, конечно, у них печально, больше всего распространен в Европе европейский, уж простите за тавтологию, больше всего распространен европейский маникюр. Да, ответ такой. Еще одно упущение мое, да, что я не рассказала в прошлом видео, я не рассказала, куда, собственно, возьмут на работу человека без знания языка, куда можно попасть на работу без особых сложностей, да, потому что незнание языка, это, конечно, это сложность, ребят, честно, это сложность. Вот, потому что работа мастера маникюра, это, собственно, коммуникация, да, обязательно нужно с клиентом разговаривать, потому что клиент, который будет сидеть, там, час-полтора вот так и спать, это никому не нужно. Значит, куда возьмут, собственно, без проблем? Без проблем возьмут на работу в нейлбары. Объясняю почему, потому что в нейлбарах зачастую такой поток людей, вот, что, ну, там не всегда есть, знаете, возможность поговорить, а если она и есть, то человек в основном сам сидит и там разговаривает, потому что рядом еще сидит мастер, сзади сидит мастер, в общем, короче говоря, там особо нет такой, такой необходимости вот в коммуникации между мастером и клиентом, да. По поводу салонов это, конечно, сложно, но если вы из Украины или из Беларуси, вот, я думаю, что у вас не возникнет проблемы, во-первых, понять клиента, да, потому что можно попросить всегда «мувяч вольне», «мувяч вольне» — это говорить медленнее, или можно сделать по-другому и выучить основные базовые слова относительно вашей специфики, да, то есть выучить, как будет по-польски ноготь, выучить, как будет там по-польски какой-то лак, там, какой-то инструмент, в общем, в любом случае я считаю, да, что там в нейлбар вас возьмут, я говорю это однозначно, потому что мне предлагали работу в нейлбаре, что я вам, я к чему? Вам обязательно нужно выучить, хотя бы, ну, не то, чтобы там профессиональный язык, да, но хотя бы вот эти слова, которые касаются вашей профессиональной деятельности, обязательно нужно выучить. Их не так много в этой специфике, да, это не так сложно, как кажется, поэтому я думаю, что вы без проблем их выучите абсолютно серьезно, просто сидите, повторяйте, это, ну, понимаете, это не, там, программирование, или не что-то такое, то есть тут просто нужно выучить слова по специфике, я думаю, что у вас это не займет много времени, зато... Ну, и еще один момент, да, такой последний момент, о котором я сегодня буду говорить, часто спрашивают о том, какие предпочтения в маникюре у полячиков. И я вам не скажу, что у полячиков есть какие-то особые предпочтения, они очень консервативные, я бы даже сказала, они любят в большинстве своем строгий маникюр, да, это или френч, или, допустим, маникюр в черном цвете, да, маникюр там, ну, то есть рисунки, крас, кстати, красный тоже любят, да, я тут о консерватизме говорю о красном цвете, да, то есть зачастую это однотонные маникюры, очень сейчас любят нюд, вот на пике популярности нюдовые цвета, но они очень редко делают какой-то дизайн, я вам хочу сказать честно, это крайне редко, есть, конечно, дамы, которые это предпочитают, но в основной своей массе, да, они все-таки любят больше что-то такое классическое, что-то такое более строгое, вот, в принципе, в принципе, девочки, я это говорю не только о Польше, я говорю это о всей Европе, ну, я вам скажу так, что это только в наших странах, да, вот эти вот все яркие цвета, такие жгучие, вот, ну, еще, кстати, в Штатах такое любят многие, именно темнокожие девочки, они часто любят такие, знаете, ядовитые цвета лаков, да, будем так говорить, и в Европе редко такое вы встретите, потому что, ну, не очень это принято, зачастую носят короткие ногти, да, хотя сейчас большой, конечно же, тренд, это миндалевидная форма, да, длинные ноготочки миндалевидные, на пике популярности миндалевидный ноготь с таким бежевым покрытием, в общем, нюды, да, нюды, черные, черный цвет, ну, френч, кстати, он, ну, он всегда на пике, да, но сейчас как-то так вот, немножко он отошел, и вот сейчас как бы нюды, да, у них все нюды-нюды, но у них это было и до, вот, популярности дикой всего этого, всегда они были какие-то такие, знаете, классические, 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 да, так что как-то вот так, девочки, мастера, у которых есть вопросы, и не мастера, кстати, тоже, если есть какие-то у вас вопросы по поводу всего вот этого, что я тут наговорила, и, в принципе, я что-то недосказала, вы обязательно спрашивайте, или под этим видео, или задавайте вопросы мне в Инстаграм, ссылочка, как всегда, будет внизу, в общем, да, задавайте вопросы, будем, конечно же, снимать, да, если я накоплю определенное количество вопросов, будем снимать еще видео, будем, да, будем, мы Петр Первый, да, будем снимать, так что, да, если вам видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, всем самого хорошего, всем самого доброго, и... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok